всем приветствую на моем канале меня зовут юля так мы немного дрогнули с вами сразу итак девочки мальчики хочу вам показать что мы сегодня с вами будем вышивать в обложке правда будет листик ну что ж поделась и так это компания лука с и вот такие вот прекрасные восточные сиалии я возвращаюсь к отшиву набора в марафоне мертишор пока это еще вы увидите позже чем я буду снимать это как вы знаете а если нет то я вам расскажу у нас есть такой прекрасный набор от компании у кс эти есть пять восточных сиалий и так эти пять птичек мы дружим с пятью блогерами вот все мы украинки нет ну одна у нас привитая украинка сейчас я вам расскажу итак здесь у нас есть марина вот она здесь у нас оля значит тут марии хресты коля это у нас вышивальная черепашка сегодня мы с вами попробуем вышивать бисерс тори она же люба это наша привитая птичка здесь у нас будет юнона рукоделкина и ну вот это вот такая не худая женщина это буду я и так кто же у нас сейчас уже украинка но изначально было нет сегодня гость нашего программы гость это люба и так люба у нас с молдовы она уже 18 прекрасных лет живет в украине вышла замуж и давным-давно уже стала киевлянкой поэтому люба нас этот засланный казачок скажем так нет я шучу конечно же у нас очень хорошие теплые отношения с девчонками есть у нас еще один прекрасный блогер зовут ее оксана всю стич но к сожалению или не к сожалению я вам скажу так по-честному когда я начинала этот набор мы там хи хи ха ха хи хи ха ха мы еще склоняли оксану к тому чтобы она стала блогером но на тот момент когда его начинала оксана еще не начала снимать но девочки заразить творчеством и заразить новым каким-то таким дельцем надо время и это время прошло недаром оксана теперь у нас снимает ну а когда мы начинали значит каждый каждая из девочек выбрал кем она будет и вот на работе у нас уже каждую девочку я подписываю сейчас я отъеду чуть-чуть возьму вас в руки штатив чтобы показать как подписаны у меня девчули мои мои девчули вот тут подпись марин а здесь у нас подпись поле шутили что значит талии там и все такое на те женские наши шуточки мы любим поржать кстати так сейчас хочу немного вас выровнять вот так вот и в общем то поржать что я подписала вас наталья но люба кстати наша люба у нас человек проворный ей надо досконально знать все ли мы правильно сделали оказалось что нет девочки оказывается у птиц как таковое по по костям короче у них нету талии у них есть грудина поэтому на грудине я всем подписала то есть птиц вообще нету нету у них талии странно скажите в общем мы люба выяснила что талии нету что все нормально написала где написала у любы вообще она у нас кстати в компании самая высокая если вы не знаете то мы раз в месяц собираемся с девчонками и проводим весело вместе время на нашей вышивальной встречи сейчас это у нас такой небольшой ресторанчик сетевой где мы встречаемся ну а в теплое время как и все было задумано мы вернемся к этому мы и уходим в парк вышивать вышиваем на свежем воздухе как и в ресторанчике меньше чем 45 часов это время не занимает ну не можем и быстрее наговориться на вышиваться хихиха хам и любим же но вы понимаете делать так я думаю что надо еще увеличить но тогда надо будет рамку с милицию секундочку я хочу чтобы вам было видно что я там вышиваю что я вышиваю любу я ее же вообще об этом сказал что любая тебя вышиваю и так в общем как то вот так будем выживать любу вместе с вами в общем данная картина посвящена нам рукодельным блогером с которыми мы дружим переписываемся в телеге каждый день нашей группе вышивание побачивания вы спросите юля можно ли добавиться туда я вам скажу что нет почему потому что ну реально у нас там нету цели раз как-то делать какой-то комьюнити вышивальная да то есть у нас вот это вот своя маленькая укромная компашка и пока нам пока этого достаточно я так считаю поэтому пока никого не приглашаю я точно знаю что вы не обидитесь а скорее порадуйтесь таки думаю куда мне потом эти вышивать давайте попробуем сюда не уверен что мне хватит еще потом на пять крестиков надо будет хотя может быть посмотрим итак эту схему я заказала перри набор у вышивальной черепашки воли она мне мне ее перри набрала и вот я с вами вышиваю в электронном формате в саге вышиваю в саге это ускоряет момент вышивки и раз-два сюда так по саге слегка и просто ориентироваться ориентироваться на каком-то этапе находишься это иногда это очень важно кому не знаю в общем они важно вот просто понимать где ты что ты потому что здесь не полная зашивка вот ну она занимает большую часть полотна которая отрезана нам производителем но хотелось бы знать точно чтобы что правильно чтобы начать новый набор от у к с и там я уже подготовилась кстати благодаря магазину вышива который находится на льва толстого метро или же героев украины за 1 название станции метро и в общем то там я смогла заказать себе на следующий набор буду менять основу там у меня это аида а я хочу на равномерки будет следующая работа вышиваться в пару к моим пионов букет пионов стеклянной вазе зачем я это делаю ну потому что я очень рада что мы обнаружили это случайно но компания лука я сделает короткие такие серии парных работ три-четыре работы можно две по-любому вышить как парную сделать и поскольку я пионы вышивала на равномерке а перед этим за много-много лет я вышивала от лука с розы розы я вышивала на равномерке это было заложено самим производителем расскажу вам эту замечательную историю и так лука с так восьмерка да сейчас смотрим что есть у нас есть заправлено конечно не богато не богато ну шосье шосье общем в какой-то будет не помню когда вы нужно посмотреть на канале есть плейлисты выставки и там значит х 1 expo в один прекрасный год я пришла и как всегда я увидела большой стенд от компании лука с и что на тот момент меня всегда бесило что стенд классные все там красиво а где купить наборы вот и там всегда ты подходишь и тебе говорят что вот там то и там то есть наборы в наличии ну тут же на выставке и в общем как-то я пришла помню один раз в меня очень восхитили сумочки которые они делали в наборах вот и после по моему на следующий год у них вышла серия чайных роз там из ревиз чайных роз и букеты и побольше и поменьше и в стеклянных вазах и не в стеклянных и на равномерке и на аиде и короче девочки чё хоть что и вышивай что называется короче говоря я не собиралась ничего не на что обращать внимание как бы да ну вы знаете иногда идет там на выставку мне точно надо купить вот это вот это вот это и еще что-нибудь вот и короче говоря я вам так скажу что придя туда я увидела отшив своих вот этих роз чайных в стеклянной этой вазе на равномерке там же рядом по моему висела и на аиде ну как вы знаете ну кому нужна еду в общем это по моему было весной если я не ошибаюсь а вот осенью осенью с америки приезжала моя когда-то рукодельная подруга алена вот потом я плохо себя вела она перестала со мной дружить вот короче приезжал она в кривой рог и кто не знает мой муж тоже из кривого рога самая киевлянка причем не в первом поколении как говорится но если это кому-то очень важно потому что некоторым важно не спрашивать я сразу отвечаю и сейчас я вам вещаю с городу и киево как вы понимаете так нам надо направить ниточку не проблема я сразу возьму двойную не буду петлёй крепиться в этом нету необходимости потому что буду крепиться уже существующие крестики так вот значит гуляя по кривому рогу мне алена говорит пошли зайдем в рукодельный магазин посмотрим что там есть гуляню гуляли мы где-то в центре вообще я говорится давно замужем но до конца географию визуально я не поняла кривого рога если киева я точно знаю да то тот город не то чтобы он для меня чужой да но как бы короче говоря короче говоря не будем много раз усоливать зашли в магазин и смотрю висит лука с и спрашиваю там продавщицы а если такой вот набор на равномерке девочкам был последний это что означает что он ждал меня и конечно же я его купила и если я не ошибаюсь я могла его ли там ну в общем в кривом роге я точно этот набор вышивала я его сделала дорожным процессом то есть мы там два-три раза в год ездили к родителям кривой рог иногда там потом они переехали в запорожье вот и там я и вышивала свой дорожный процесс от компании лука с вышивала дорожный процесс от компании лука с видите слова слова уже в поэзию короче короче потом он как-то притормозился у меня набор я его не так часто брала в руки то есть но я его брала только тогда когда я езжу там куда-то в путешествии например путешествие в смысле по украине но например когда-то есть в гости к моей рукодельной подруги сейчас она уже не ведет свой youtube канал ну вот съездил ездил этот набор город харьков поскольку город харьков с киевом ездил интерсити сейчас он по моему тоже есть это еще там такие это не поезд а ну поезд он ускорен и еще выше повышенного комфорта уровень комфорта короче ты сидишь а не лежишь короче говоря там я его вышивала тоже с людой а потом потом началась война короче говоря и какой-то момент ну не в какой-то момент в начале 2023 года мой муж сказал что вот тебе деньги как вы знаете у нас в украине запрещено мужчинам выезжать вот но не запрещено женщинам так вот мой муж сказал что тебе надо поправить свою моральную тебе надо сменить обстановку ты должна поехать в этот момент моя назовем ее невестка потуши не знают эти все семейные названия да в общем жена моего брата который родила своего ребенка за 20 дней до начала войны короче говоря она уехала в европу мой брат ушел засу служить и до сих пор служит вот с ним все порядке он жив тьфу тьфу постучим по дереву вот и они были в тот момент в болгарии они находились в гостинице и короче она договорилась с директором гостиницы что я оплачу пребывание вот и побуду там неделю вместе с ними они в 1 в одном номере я в другом вот и ну что мы просто я вам рассказывала в этом у меня на канале увидеть в общем я к чему веду что розы уехали даже за границу в командировку повышиваться и потом я уже вернулась когда я решила что надо их уже заканчивать сколько можно криться вышивать их вот и так вот я начала рассматривать наборы лука с все потом нас была выставка очень важные громкие разговоры по этому поводу которые к сожалению и сейчас продолжаются все люди никак не успокоятся оказывается я прям не знала но оказывается девочки политика должна быть вышивки это это не от это неразделимые вещи я конечно давно на ютюбе но я такой бред я еще в жизни не слышала где в жизни еще не слышала такой бред мне кажется что если ты так увлечена политикой то идти выдвигайся здесь вот ты так в этом хорошо разбираешься если ты так классно пытаясь соседей ненависть на пустом месте если тебе это важнее чем то чтобы девочки просто вышивали и хоть каким-то методом и способом могли успокоить свои нервы я вам сегодня снимаю сегодня у нас 21 марта и возможно вы читали новости возможно нет да не все же интересуются войной и политикой да так вот сегодня был массированный обстрел города киева и я не буду вам тут ныть как мы перепугались и так далее так далее у нас есть и города в нашей стране которые под более интенсивным обстрелом более большими разрушениями мы соревнования в этом устроить не будем просто скажу вам факт что сегодня многие не выспались и короче говоря сложновато сложновато конечно же безусловно но надо отметить сегодня в магазинах все себя вели спокойно значит у всех все затаренные едой это замечательно я так скажу вот ну короче говоря кстати может она про выставку вы и так смотрели мне наверно на канале да я вот сейчас у нас вышел такой моментик и спор и на втором моем канале украину можно в отличие от некоторых я не просто перешла украинскую мову а я полноценно решила вести канал еще один до украинского умовны и не потому что там кто-то что-то решил или я решила там свои какие-то политические взгляды подчеркнуть нет я просто могу я это делаю и все короче говоря значит сегодня ночью пока все не спали чуть-чуть боятся конечно боятся комментарии писать пишем короче одно дело другому не мешает значит пришел мне комментарий что я не понимаю что вы носитесь с этим лука и сам туда-сюда вот а я видимо а я в том видео сказала что мэрешка не являются украинским производителем и я девочки не врала заходите на сайт мэрешки там будет написано в раздел контакты девочки сразу в раздел контакты вам ничего не надо там читать вам никто не напишешь узнаете а мы вот перешли там так вот про мэрешку и вот значит метам начали писать я просто спокойно сказать что я ничего такого я америку не открыла это официально это просто об этом нигде не никто рекламную кампанию на месте что уважаемые украинские вышивальщицы поздравьте нас мы больше не украинский бренд мы бренд польши наше производство стоит в польше мы являемся для страны украины экспортерами так что поздравьте нас мы можем торговать и торгуем с теми с кем считаем нужным и я вам скажу так по большому счету в принципе она так и есть что такое экономика и как она устроена я думаю сейчас проходят уже чуть ли не с первого класса дети но люди формации типа меня которым 40 плюс до у них экономика читалось может быть в техникуме или в универе сейчас образование чуть-чуть пересмотрено да и мне кажется что люди которые начинают ссориться спорить забыли основы экономики что такое импортер что такое экспортер что такое внешняя торговая деятельность ну вот это вот все это есть основы экономики и сейчас сидя и ища материалы для того чтобы не наговорить всякой фигни значит составляет лая там новый тех и на шарила короче случайно что оказывается в америке внимание есть академия для академия бизнеса для вышивали академия вышивального бизнеса я честно говоря об этом не знала ну никто нам не мешает говорится развивать продолжать развиваться да давайте будем вместе развиваться сейчас вам все расскажу и так значит ну конечно академия академия что академия предлагает нам учиться учиться за деньги но каждый уважающий себя производитель или учебное заведение имеет на сайте такую такой раздел как статьи или блог в этих статьях вам дается полезная информация кратко сжата мы лучше знать полный объем а вот и там и там там есть статья а там честно я когда я читала я поинтересовалась и вам рекомендую но ссылку оставлять не буду кто хочет пусть ищет сам самообразование она такое надо чуть-чуть попыхтеть так вот короче говоря там написано сколько надо накручивать на товаре из исходя из себестоимости материалов и так далее то есть себестоимость материалов которые закладываются например набор если у вас допустим бизнес по вышивке машиной это бизнес там который для футболочек или сумочек это имеет значение в американском в сегменте почему потому что это это разное оборудование это материалы которые ты используешь это дополнительное оборудование с помощью которого ты будешь делать те же пяльца есть специальные железные пяльца которые выкладываются и я думаю что ни для кого не секрет что полуавтоматы шьют наши с вами воротнички в рубашки манжеты для рубашек много чего уже автоматизировано причем давно короче говоря короче говоря так сейчас я хочу где я где я лично по вычеркивает ушек по вышивому спине где я где в общем к чему я это все виду что у меня вообще нету никаких проблем о том что бизнес он только его основная цель любого бизнеса заработать деньги и бизнес в большей своей степени функция на функционирование должен быть в белой части закона закона в белый в большей части скажем так не всегда это удается такая жизни скажем так да так вот и значит были за заданы мне эти вопросы под тем видео которые на моем втором канале вот я спросила хорошо берем туда такой пример у нас есть польская компания мэрешка с основателями украинцами не спорю у нас есть производитель с молдовы где официальный язык только румынский только они не знают русского языка я вам скажу больше и я вам не буду врать чтобы показаться лучше вы можете зайти посмотреть мои приключения в болгарии когда я когда киевстар отключил мне интернет и я не смогла оплатить проезд автобусе и женщина которая была чуть чуть старше меня она не понимала когда с ней на английском на русском и на украинском и она не знала а я больше тоже не знаю языков и слава богу что там ехал мужчина который такой ну как бы вот в папу мне годится и он со мной не разговаривал он с ней на болгарском говорит она ведь она она не может она не может я это то что я поняла да и он сказал она не может оплатить проезд потому что у нее не работает на телефоне интернет это он есть сказал на болгарском встал и оплатил вместо меня проезд то есть я вас уверяю что мы не берем приднестровье которая русифицирована да у которых там я не знаю сколько паспортов русских сколько украинских евросоюза и молдовских это все запутанная тема да и мы сейчас об этом не но мы берем двух производителей рум молдова молдовского который официальный румынский и которые не знают не украинского не русского языка я вас уверяю не все его знают короче говоря у нас же все сильно оскорбились что мы решка написала что мы там петры моему украину это я не знаю где они там писали короче ну неважно вот а лука с ничего другого не придумал и их smm щеки в инстаграме выложили google переводчиком сделанный текст типа что молдова и компания лука с поддерживают украину причем не словом а дело ведь украинцы пересекали границу молдовы когда они бежали и это сейчас не касается в оправдание типа лука с а потому что потом как бы всплыл момент наши украинские господи прости блогеры почему-то пасутся до сих пор до сих пор я я в шоке просто от этого пасутся на каналах у русских блогеров и еще еще потом говорят что над нами смеются русские блогеры а чё ты туда ходишь зачем ты ходишь туда вообще и что ты там роешься короче натаха нам нарыла ссылку на каком на одном из больших форумов вышивальных в россии я знаете ли когда еще хорошо была первая стадия войны я на этот форум никогда не заглядывал мне там ничего никогда ничего не надо было но наташа пошла и нашла нам ссылку где девочки переписывались и обсуждали что компания овен комплектует свои наборы мулине лука с наташа у нас как она заверяет она нас бухгалтер и у меня вот вопрос наташа а ты не в курсе почему компания ищет дешевле продукт и качестве не заодно до чтобы комплектовать свои наборы чтобы что вспоминаем основы экономики снизить себестоимость товара это не означает что она снизит стоимость самого набора но себестоимость бизнес всегда всегда почему вас куча пальмового масла практически в каждом продукте мне надо вам объяснять почему то же самое и компания которая занимается рукодельными вышивальными наборами она ищет продукт который будет ниже по цене и в качестве не ниже компания лука с которая и знает что нету никаких санкций относительно данного товара может быть еще заблаго временной вот еще там в двадцать первом году заключила долгосрочный контракт такое может быть может и если наташа у нас прекрасный бухгалтер и у них наверно в ручке и попадались контракты которые с внешне экономической деятельности да то есть там всегда есть пунктик штрафные санкции есть и у нас в украинских договорах всегда штрафные санкции почему потому что законодательно есть определенная ставка посуточно высчитывается эта ставка то есть государство те прям уже вместо тебя все посчитала насколько бабла ты можешь попасть и в судебном порядке вы можете это пересмотреть конечно и вот такие вот прекрасные женщины которые транслируют нам что вышивка не должна отделяться от политики хорошо пусть вышивка тогда присоединится еще к экономике и заодно наташа объяснит что для некоторых фирм и организаций это не нефть по трубам гнать и не газ по трубам гнать для того чтобы они продолжали функционировать они должны в первую очередь придерживаться своих долгосрочных контрактов и все а то куда это уже и что компания лука с не может нести ответственность за русские ракеты ну вот так вот относительно того что значит помогает наполнять бюджет российской федерации лука с завозят и свои наборы и в украину значит в украину она тоже помогает помогает наполнять бюджет украины с другой стороны например лука с донатит на украинское зсу а в россию она не донатит и вообще я не понимаю вот этот вот прикол кто и когда решил наташа что ты будешь кому-то сидеть и рассказывать со своими подружайками виолу туда творче студия творческая студия виолы тарасовой прекрасная женщина которая живет сейчас в германии вышивая только dimensians 123 стичь и интересует какой налог будет налог фирма не платите на за доставку с америки только год назад перешла перевела свой канал на украинский язык но если мы любим поговорить об этом пожалуйста поговорим мышь политика должна быть с вышивкой ну давай поговорим о честных вещах о честных вещах виола никто тебя не хотел трогать и никто не подозревал о твоем существовании а я боже мой еще когда-то знаете в конце рассказывал про украинских блогеров что у нас есть украинские блогеры подписывайтесь обращайте на них внимание ищите свою звезду пленительного счастья в вышивке скажем тогда вот ну ладно я вырезать не буду короче говоря вот эти две прекрасные женщины и еще несколько их подписчиков да вот они считают что они будут кому-то надиктовывать здесь в украине кто что должен вышивать у меня просто вопрос вы ничего там не перепутали вы воспитательные свои педагогические программы к детям обращайте а взрослых теток то чему вы решили научить я не вот у меня один вопрос чего вы взяли с чего вы взяли что вы можете тут кому-то что-то рассказывать мы не ваши дети мы не ваши свекрухи которые пришли трогать ваши кастрюльки чего вы взяли что вы имеете право рассказывать кому где что вы должны руководствоваться первым а это законом нарушает человек закон когда он разговаривает на русском языке нет знаете почему потому что статья номер десять которая есть в конституция она еще не изменена да есть закон на функционирование и розоводку украинской мовы в державе поздравляю но ни один закон не может быть выше статьи в конституции и все кто с высшим образованием все об этом знают меня еще и и тут снова возникает вопрос с чего вы взяли что вы кому-то что-то будете рассказывать дальше экономически смотрим экономически нам сказали что есть санкции которые молдова в том числе вводит против россии украина против россии вопрос к наборчиком по вышивке крестиком и мулине в этих санкциях нету но нету их там девочки скажите мне пожалуйста какого извините г и х вы решили что вы будете выше закона или статьи в конституции украины потому что вы громадятны украины хорошо у меня к вам другой аргумент сейчас вы будете сильно беситься но с курятников все-таки просто виднее смотрите истина такая где заканчиваются права одного человека начинаются права следующего человека стена которая между этими двумя людьми нерушима если ты хочешь ее порушить обращайся в суд но вы не имеете права приходить человеку который не снимал а просто репост ну какое-то видео и вываливать всю свою глубину невоспитанности нервы у вас еще что-то виола у меня в киеве я живу в киеве у меня нету времени поплакать пострадать поваляться в депрессии еще что то есть у тебя есть время зайти кому-то насрать на канал я никому не подошла и не сказала что а чё это ты свою ваню мрешка тебе там не воняет кстати как там у вас потому что у нас если вы не знали виолетта у нас тут некоторые проблемы с польшей сейчас и кстати я считаю что проблемы более больше экономического характера но их пытаются в политику уволочь так нам нужно такая штучка вот я же вам не говорю я никому не сказала все девочки заходите в слепо видите польский товар не покупаете а вот вы себе позволяйте такое а чё это вы себе позволяйте вообще кому-то рассказывать покупать польский товар не покупать ну почему почему вы решили что поляки не могут защищать свой внутренний рынок почему вы решили на гнилой козе типом и жертва у нас идет война поверьте об этом никто не забыл об этом никто не забыл но нельзя использовать всю жизнь позу жертвы не надо этого делать а вот это вот ценные указания кто кому воняет не воняет я так понимаю что у вас сильно большая зависть к тому что слишком как-то успешно девочки не отказались и присоединились к марафону мерцишор подшиву по набором лукой с и что делала наталья в узорунок наша в узорунок юа что было в комментариях у нее и в ютюбе и в инстаграме она начала тупо буллит блогеров которые имели неосторожность принять участие у меня в марафоне потому что у меня что-то с челюстью как она считает что я не перехожу не перевожу свой канал на украинскую мову специально для тебя не перевожу натаха и буллит вот значит смотрите и там было прям именно они писали что смотрите вот такая-то такая-то участвует у нее в марафоне так что отпишитесь и я этого я это девочки не придумываю потому что я когда-то читала потом шла к блогерам которые у меня участвовали извинялась извинялась за то чтобы наташа ну творит какую-то фигню то есть мне кажется что из это уже было точно не политика это точно было уже не политика это было ну это просто зашквар который ну я я вообще не понимаю кто ты такая ты на своем канале можешь триндеть только о том что донать и донать и донать и на выставке мают будто тильки украинские вробники наташа ну так скажи организатором скажи подиуму пусть они берут название хэдмэ экспо и пусть теперь выставка будет что рукодельная украинц рукодельная выставка украинских вробники вот пусть теперь название такое бы чтоб она соответствовала а хэдмэ экспо еще и на английском писать но это уже ну вот как лицемерство есть вот на каналах тех кто вот как вела творческая студия до тарасова у нас просто переобулась в воздухе а для меня это означает что человек переобуется когда если не дай боже все устаканится да и google еще в российской федерации выживет да и включит снова монетизацию что делать виола правильно она снова перепрыгнет скорее всего на русский но мы еще не знаем и как бы если это не случится это выбор конечно каждого человека и я никого к этому не призываю но девочки и и и вот это ваша и типа и вывод злитесь давай продолжаете писать блогеру который общается со мной пойти и показать весь низ твоего вот дыхание дыхание и опозориться в очередной раз причем ты вела опозорила не только себя но и меня как украинку знаешь вот я тебе так скажу я тебе вот так вот скажу как человек который продолжает жить в украине где идет война я тебе скажу так что ты ты своим вонючим поведением позоришь меня как украинку в перед зрителями которые смотрят нас другой страны есть еще люди чуть-чуть старше нас поколением до велочка который еще даже в болгарии понимают на русском языке и они смотрят за украинками которые ведут канал допустим на русском языке и тут вываливаешься ты господи прости женщину скажи пожалуйста вот ну вот что мы тебе украинки которые живут в украине сделали плохого чтобы ты с германии нас вот это позорила перед всем миром который нас смотрит вот скажи мне пожалуйста ты позволишься во первых перед девочками которые живут в молдове которые тоже еще понимают русский язык и я не воню просто в шоке что-то что-то что ты творишь что ты творишь и твоя подружка наташа что ну вам скучно почему вы не делаете проекты вот выйдет мая будто украинский врубник а где где один хотя бы проект который ты замутила по конкретному производителю где он где где ты приняла участие и тараториал на все свои 17 тысяч подписчиков на канале который ты сказала что это скрапбукингом да ты занималась ну где ты показала даже этим людям до которые не в теме вышивки что ты вот нашла классный проект где можно вышивать украинского дизайнера или украинского производителя рассказала об этом рассказала так чтобы все туда захотели не то что вступить а вскочить организатор бы тебе написал виона я не знаю как у вас это получилось но за сутки у нас там плюс 200 человек или 100 человек с присоединились благодаря вам и вашему обращению подписчикам где это и сообщение есть они у тебя нету потому что не ты не наташа специально зашла и посмотрела вы конечно же блока 0 меня ну это и так понятно да вот я зашла посмотрела ваш ничего нет у вас только одни слова 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 о том что вы хотите чтобы там украинский производитель нужно кроме слов можно какие-то действия пожалуйста а то вы как знаете как мужчина который вешает у то женщине лапшу на уши типа ну зачем нам жениться мы так хорошо живем мы же так для меня самое главное ты там любовь моей жизни но я жениться не буду потому что ну кому нужен этот штамп в паспорте вот это выглядит вот так вот для меня для меня как бы знаете право женщины быть в защищенным законом положение это выше хочу не хочу я презираю женщин которые являются любовницами для меня никогда ни одна история не будет оправданием жена за там значит с ним уже давно ему не интересно а я вот любовь его жизни поэтому ничего страшного что там есть дети но у нас же любовь мы же два взрослых человека а дети что а дети вырастут они все поймут вот эти вот странные аргументы и факты знаете которые не вообще жизни никак не сопоставляются то есть и у меня вопрос таким женщинам только один вы что все нам мусорники нашли почему согласились на эту низкую позицию я его люблю да что ты ты взрослый человек разберись со своей головой и со своим отношением жизни почему ты разрешаешь второму взрослому человеку в тебя вытирать ноги ставя тебя в позу незаконной во первых женщина во вторых то бедная жена тебе будет столько проклятий кидать зачем оно тебе надо почему тебя это не пугает а больше тебя там у меня любовь мы два взрослых человека господи и вот это вот вы вот эти вот вот ваши вот эти вот движения типа навешать лапши на уши обещать называя не означает жениться вот это и про вас рассказать не означает сделать вы ничего не сделали вы ничего не сделали и когда вы там будете мне потом писатели придут там ваши подписчики сказать а вот она участвует телеграм-канале мне не надо ваш телеграм-канал телеграм-канал это закрытая система выставьте это в ютюбе это публичная платформа где у тебя тоже куча подписчиков и чё ты стесняешься чё вы стесняетесь выставить свое творчество или поддержку компании украинской как вы говорите что вот мы там вот должны украинского производителя поддержать но так поддерживайте его только не словами не словами делом делом но вы этого не делаете почему вот у меня просто вопрос почему почему и многие мне сказать юля не обращай на них внимание господи женщины такие они женщины это просто уже два года вы носитесь лука с сам беспочвенно как это ну вот жених который вам не достался понимаете вот это для вас жених которого у вас увели спод носа то вам пост не так написали то дизайн с дизайнерами лука с сотрудничать не хочет это его личное дело с кем хочет с тем и сотрудничать но вы то чего приходите допустим к бисер 100 и клюбе на канал и начинаете от это показывать высоту полета вашего воспитания зачем почему не пиши ко мне на канал виола чё-то не пришла точно заблокировано было сейчас уже до чуть ли не пришла не написала ты решила типа бахнуть а через через руки и ждать пока я приду тебе комментарий напишу я не буду приходить и писать те комментарии не жди не приду и не напишу я тоже не ничего не писала ты что млюби написала и все люба взрослая люба сама разберется люби юля виде няньки не нужно не нужно вам еще надо видно нянька так что тут у нас еще какой-то полу полу кружочек он должен быть он должен а это первый совет бывает и вот короче говоря я вот я хочу просто вышивать и я вышиваю я хочу сделать проект я его делаю мне не нужно ваше разрешение и еще раз по поводу русского языка закрой свой канал а не делать как ты переобула тапочки и пошла себе да а то шину тапки можно всегда тогда переобувать надо было самое начало полностью сменить ну то есть тот оставить канал и за начать заново у вас есть украинский блогер которые это делали и до того как стала минстримчиком просто перейти на украинскую мову когда просто на старом канале сказать что девочки этот канал закрывается деятельность на нем вестись не будет я перехожу в другую сферу творчество и поэтому вот мой новый канал ссылочка на него кому интересно заходите в гости и т.д. и т.п. и кому надо все перешли вот так вот типа здравствуйте я тут поменяла язык они не 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 это не считается цены патриотично дурачи так сейчас я думаю просто так как мне так чтоб не было перетяжек сделать еще у меня длина нитки мощная в общем вот так вот девочки я я это был не негатив это обсуждение это чтобы вы поняли что честно говоря мне уже надоело это слушать и делать вид что типа я буду умнее не буду отвечать им на их хамство но видимо по-другому они не понимают не понимают считают себя какими-то классными никакие вы не классные вообще ни разу вы не классный вы только позорите меня лично я за я я вот как бы дорожу тем что у меня гражданство украине понимаете и мне вот эти вот ваши политические взгляды рукоделие если хочу о политике поговорить и это я зайду на канал который этим занимаются правильно правильно вы когда новости хотите узнать уж не идете ко мне на канал потому что он не расскажу никакая погода не где кинули асфальта где не кинули да вы идете куда на канал который занимается ежедневными новостными обзорами что происходит в стране ну так и я не могу понять почему вы решили что и обсуждать и допустим даже войну частично на канале рукодельницы может рукодельница в своем всех из своем вакууме то что происходит она то что она видит как она это ощущает но никто не может сидеть на рукодельном канале обсуждать правильно там зеленский что-то сделал неправильно а заложного убрали все теперь конец всему свету ли еще девочки алё заведите себе отдельный канал и обсуждать эти свои политические женские взгляды на происходящее в стране вот вам название канала переведете на украинскую мову известно если не те обсуждаете там чем вы начинаете вот это вот тут портить воздух занята так но это просто какой-то уже ну перебор перебор а я не понимаю почему другие девочки не делают ей замечание что ну здесь рукодельник канал зато когда о боже мой там лишние две минуты марсик на канале просверкал так уже все все пишут я подписывалась наркодельник канала не смотреть вашего котика отлично я учла извините то есть минуту разрешают 2 цев же за нато добрый ну а чё про политику не пишут что алена таша мы конечно понимаем что ты для тебя эта тема интересна открой для этого отдельный канал и вещай там придут к тебе люди которым это сильно очень интересно а нам может не интересно так подождите что я тут пошли на 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 я короче неправильно вышел эту нитку а то меньше переликать надо так да надо было сдвинуть супер не театр это подъехал станок амур где то есть моя мой супер супер инструмент стоматологический заказать его можно на алиэкспрессе выглядит он вот так это обычно по моему стоматологи проверяют проверяют плотность застыла ли пломба вот так блин я могу тут распустить по моему да а ты хи господи я это злюка буберна цифра мэн и короче говоря короче говоря мне кажется что можно и нужно как я вышивала господи что его туда-сюда туда-сюда я зашила там в нету так здесь вот там видно что я что я там рублю так сейчас кладем вниз с помощью пальца облизываем палец потом проводим массажные движения нитки ну как мне это описать девочки потом заводим нитку в иголку так если вдруг у меня увидели я призывала потому что с пальца не хватило так 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 что мы делаем мы берем так так и заканчиваем здесь эту штучку ну потому что мы не сможем уже хорошо ее прошить закрепить так почему все нормально все тут испортили тоже тут мы сделаем вот так обрезку пакетик с нитками снова берем нашу углу тройку не прошиваем правильно наш наши три крестика так три крестика значит здесь так вот так вот должно быть и так короче я поняла мне еще у меня еще есть одна ошибка если мы ориентируемся да да страшно бывает кто кто не заблудился ни разу в трех соснах так есть теперь вот этот вот желтый так надо еще доделать крестик крепимся по стандартной схеме накрываем полукрестик и закроем его крестиком так есть все почему я не люблю не все говорят обрезай там нитку прям возле канвы чтобы не было этих хвостиков потом когда под распустить этот сантиметр который там есть он дает возможность дженерировать так берем снова инструмент и вот этот вот желтый крестик я вот он показывал он вышел неправильно должен быть здесь по диагональке чуть чуть выше сделан быть так и я его наверно так а я его что блин это у меня тут смотрим где он тут у меня был я его сюда потом сюда вышила и вернулась глубокую метку закрепка была видите еле и то есть пришлось вспомнить путь вышивки как я шла чтобы его чуть-чуть под распустить видно зашла в другую нить сложно сложно и распустить окей режем аккуратненько делаем так и режем его так цвет это у нас был 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 сейчас какой-то может был цвет это у нас был вот этот первый да первого нету сейчас мы его заправим первый или это он так и другой хороший растяжка надо прикладывать к планшетке чтобы точно понимать так у нас тут будет петля все будет отлично в общем тема наверное еще долго меня не будут отпускать потому что я теперь ну мне во первых неприятно то что происходит как бы я к этому не относилась и конкретным людям да мне это неприятно мне неприятно зато как они себя ведут и другими блогерами как они хотят поднимают что вот смотри от отпишись наташа а ты готова что кто-то в твой адрес скажет ну отпишись потому что она там ну там какие-то аргументы приведет очень важны то есть немецкая тут ходит полгода рассказывает что вот украинские блогеры даже на русском языке и что а ты же вообще ничего не рассказываешь это расскажешь только что от кого отписаться то есть кто-то ходит делает проекты ведет два канала на двух языках пытается как-то чтобы девочка увидели услышали новых блогеров и есть натаха у которой все в порядке в жизни ничего не происходит как говорится так подождите так 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 давайте уже высшим этот цвет господи потом я уже дополню еще один крестик мне вот просто один такой моментик то есть есть люди которые ходят и делают и никому ничего как бы не навязывают просто говорят что давайте есть вот такая идея так уж вышивать такой-то проект такого-то производителя а есть люди которые ходят и делают обратное то есть я собираю тут всех чтоб хоть как-то в кучу собрать кто-то не вышивал кто-то начал вышивать со мной не благодаря тебе наташа благодаря мне а потом приходишь такая ты говоришь а вы знаете что она участвует вот там-то и вот там-то ну там понятно да что делать а кто-то такая наташа чтобы кому-то тут что-то отслеживать иди вон за русскими наблюдает что там русских лучше что-то зашквар ну же вот он зашквар будет да как тебя это зашквар как бы ну не трогает это у нас пятерка и нам надо эту штучку . . еще вышить один крестик вот этот который встут в серединке у меня кстати говорится не редкость таких ситуаций и в смысле о том что могу под напутать ну из-за того что всегда сопрягаю крестики относительно друг к другу я практически буквально на следующем цвете понимаю что я там где-то уже нафантазировала лишних крестиков не туда их поставила есть все здесь я креплюсь и отрезаем так и тут у нас есть еще девочки давайте уже вместе сделаем есть черный цвет это будет у нас типа глазик его центра потом пару темных цветов на давайте черненький сделаем да так сейчас секундочку я вот это чик отмечу для себя ну чтоб сага знала что я вышиваю мой тут есть этот как его фрузилок а я умею 18 цвет очень популярный поэтому не заправленный популярный это был сарказм что да что у нас больших backstitch участвуют поэтому на чем тут быть заправленным так а здесь у нас крест в 2 нити проверяем себя обязательно так и делаем с вами три крестика три важных крестика так первый здесь у нас должно быть два и здесь три так чтобы выходила все соответствует так чек в общем у меня вот получается уже с 25 числа полноценно я буду вести 5 проектов 5 проектов лично про себя скажу что из пяти работ три из них это или украинский производитель или схема от украинского дизайнера вот так вот похвастаюсь вам какая я молодец не словом отделом делом и давайте уже подумаем над тем что лукаяж должен быть на выставке осенью 2024 года но я бы хотела видеть и перестаньте вот это вот рассказывать интернет-магазином что они не должны привозить его к с на выставку продавать потому что если когда вы делаете такие очень важные замечания цены по три отлично не забудьте кинуть этому магазину если он имеет площадь или даже просто интернет-магазин и не забудьте ему там кинуть ну сколько там тысяч двенадцать в пенсионный фонд ну когда он налоги платит ну потому что так было найти налоги мог еще взять с прибыли который бы он продал наборов лукаяса на выставке да и будут люди которые купят я вас уверяю а вот когда вы говорите там не привозить наборы лукаяс на выставку ровно с этой фразой открывайте свой кошелек и наличными отсчитывайте тысяч двенадцать хотя бы чтобы предпринимателю который пришел здесь в белую торгую до чтобы ему было не так обидно платить налоги это типа ему есть чего уже платить да и это тоже учитывать это важный фактор ну там фиолетия не знаю какие там в германии до платит она налоги не платит еще что-то не как бы человек принял для себя решение что она хочет ехать туда в ту страну делать то-то и то-то никто ее за руки держать не будет никто ее винить в этом не будет это ее решение а все что дальше а все что дальше это уже все это уже не твое дело что ну ты хочешь быть в как бы ты такая украинка ты такая классная ну и эти обратно в украину живи ты переживаешь за детей я тоже переживаю за твоих детей это все-таки будущее нашей страны но вы сейчас массово забирайте детей с украинских школ и оставлять их учиться только в немецкой школы че это проблема потом эта проблема мои которые в человек который остался который работает в украине платит налоги в украине а если вы уже не работаете в украине не платите нового в украине чего решить что вы можете заходить кому-то что рассказывает тут это не политика это экономика девочки экономика в общем я решила для себя что я больше не буду закрывать глаза на вот таких вот прекрасных женщин которые ничего не делать для того чтобы объединить а делают наоборот делают просто наоборот сеют какую-то панику и какой-то раздрайв в сообществе я понимаю что всех нервы на пределе но если вы не справляетесь обращайтесь к специально обученным людям это психологи и все и все если вам интересна политика то пожалуйста высказывайте свое очень важное мнение в комментариях на каналах где открыты комментарии и вас там услышат с вами побеседуют и поохают и поахают а я на рукодельном ютюбе хочу поохать и поахать над вышивкой они два не над вашими вот этими высорами в комментариях видео то же самое я не хочу вообще я не подозреваю вашем существование что вы знаете обо мне как бы почти все молодцы фанатки мы кстати девочки я заметила что у меня 50 процентов смотрит с подписка 50 без подписки я уже молчу про спонсоров спонсоры вообще они как бы смотрят видео которые снимаются сегодня-завтра то есть это видео не я сегодня вы сниму сегодня смонтирую и ночью выгружу утром им будет уже кофе с чем пить как говорится на вот зрители канала он уже увидит это видео по расписанию выхода видео да то есть но если вы не хотите ничего пропускать проверьте если у вас подписка на мой канал потому что если нету вам ее у вас могли отписать алгоритм мог отписать платформы youtube ну потому что он так делает зачем он это делает и почему он это делает меня спрашивали официальная информация звучит так если аккаунт который подписан на вас на ваш канал к определенное время не оставляет комментарии и лайки под другими видео не на моем канале алгоритм считает его как не активным аккаунтом и отписывает его от энного количество каналов ну допустим может быть где-то он раньше ставил комментарии а сейчас не ставит вот от этих каналов может и отписать ну типа или считать что этот канал больше не интересен раз вы не комментируете и не ставите не лайки не дизлайки то есть не совершайте некие действия это официальная информация она подается всем автором youtube а поэтому ничего такого новое я вам не сообщила может как зритель да вы не сильно интересуетесь а мы вот сильно интересуемся авторы мы говорится должны снимать в рамках предложенных условий и вот как бы мы следим за этим зрители может быть очень вот я вам вы спрашивали я вам кстати и не забыла рассказать даже вот так что проверяйте будьте более активными и тогда таких проблем точно не будет хотя можно ли назвать это проблемой не думаю бывали и похлеще да вот кому кому это интересно кому надо я в общем я напомнила а дальше в том же смотрите ну пожалуйста не пишите что я там вот такой канал смотрела теперь вы отпишитесь от него там это каждый выбирает то что ему интересно скорее всего что это узкопрофильные каналы да ну типа как вот вышивка крестиком и так далее да поэтому все нормально все окей просто давайте вышивать давайте придумывать новые проекты у нас есть замечательные дизайнеры у нас есть замечательные производители которые стараются для нас с вами и они хотят чтобы мы с вами вышивали они ссорились и высказывали тут свои очень важные политические взгляды вот они хотят чтобы мы с вами вышивали и покупали все новые новые наборы которые они для вас подготовили и для меня тоже поэтому давайте концентрировать внимание именно на этом я постараюсь поработать над собой самостоятельно и закрыть эту тему дом говорится следующего всплеска активности женщин вот больше молчать никто не будет это было извиняюсь бахнулась мы кстати вышиваем с вами клювик вот это была ошибка не поднимать этот вопрос ну видимо все этой ошибки больше не будет чтобы следующий раз вы подумали кому что вы пишете зачем это делаете могли проводить анализ над своими действиями чтобы не кто-то сбоку а вы самостоятельно могли это делать так сейчас стал бы нитку думать и тут как спит вибрист прям так давайте я сниму телефон покажу как у нас будут любом на схеме выглядеть и вы увидите что что улюб уже есть клювик ой ну почти короче тут поэтому по посаде получается что чуть-чуть в другом месте мне я сделан дакстичем клювик но голову мы люди вышли вместе с вами так покажу вам секундочку еще чуть-чуть вот так вот короче дальше я уже сама повышеваю нам любу бисерсторе вот это прекрасно ночи я все еще говорю что я за украинский youtube за его развитие за украинского производителя за его правильное продвижение на нашей платформе между собою только добрыми делами только добрыми делами целую вас обнимаю берегите себя если вы живете в не забывайте что воздушные тревоги это не просто так берегите себя свое здоровье жду вас в комментариях